27 ноября 2020 года. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Сегодня у нас домашний диванный выпуск по причине плохой погоды. На улице дождь, холодно снимать ничего невозможно. Поэтому мы сегодня дома, но это и есть наша замечательная, холодная, уютная Иерусалимская зима. Иерусалимская зима – это горячий чай, это уютные посиделки на таком вот, как у нас, зеленом домашнем диване. И это для нас с Рафаилом особое время воспоминаний. Мы почему-то зимой очень любим посидеть вот так вместе, когда выдается какая-то свободная минутка, и повспоминать о наших путешествиях. Часто к этому разговору и дети примыкают, но, к сожалению, сейчас они вот в данный момент, когда мы снимаем этот выпуск, они все в школе, старшие, бедненькие в зуме, делают там всякие тесты. Ой, да! Вот, и вот мы решили сегодня поделиться с вами этими воспоминаниями. Мы покажем даже кое-какие кадры из семейной хроники, что будет вам, я думаю, крайне интересно. И расскажем вам также о том, как мы, собственно, продолжаем путешествовать вот в этот период безработицы, коронавируса, всеобщего стресса. И расскажем вам о наших самых любимых экскурсиях на Топосе, и даже фрагменты их покажем. Вот такой у нас сегодня интересный выпуск. Какие наши семейные поездки мы начнем вспоминать сегодня первыми? Ну, мы всегда любим вспоминать о Сербии. Но также очень интересно, что мы год назад еще были в Москве. Также почти года, да, больше года, что мы были в Афин и в Греции, и в разных местах, и в Лиме, и тоже на острове Элии. Ну, вот Сербия. Как мы Сербию выбрали? Это была замечательная история, потому что... Мы еще там были не один раз. Да, первый раз, когда мы поехали в Сербию, история была такова, что у меня еще не было израильского гражданства. Хотя я много лет уже жила в стране с родителями, но это отдельная история. А отдыхать куда-то очень хотелось поехать. До этого мы ездили просто по стране. Мы были в Вакууме, были в Галилее на севере Израиля. А тут вот так умерла моя мама. Да, много не знают, что ты просто была без гражданства. Без гражданства я была не выездная. Да, и через год потом умер мой папа, и как раз Рутенька была совсем маленькая. Она родилась в тот же год, через неделю после похорон мамы. И вот когда Рутику был, соответственно, год с небольшим, вот было лето, обоих родителей моих похоронили, было очень трудно. Мы измотались всеми этими событиями, устали. И хотелось нам куда-то вырваться, просто сменить обстановку, вот сменить страну буквально. Родственный комитет просто, да? Это не за границей. Да, оказалось, что Сербия... Мы искали дом, мы искали родное место. Мы вообще, я лично, понятие за границей меня не греет дождь. Любое место, куда я путешествую, куда я иду, это всегда родные места. Мне за границей как таково, как понятие, на самом деле, не интересует, наверное. Ну, мы не сразу Сербию нашли. Мы поначалу искали, конечно, всякую Европу. Обязательно важно было бы еще, чтобы был храм. Мы всегда, когда отдыхали где-то, мы выбрали, чтобы был недалеко православный храм. Ну, да, это действительно было важным, но все-таки у меня желание посмотреть Европу тоже было. Несмотря на то, что там может и не оказаться православного храма, но мы думали, что мы поедем все равно, ведь ненадолго. Ну, допустим, на 10 дней, да, ну, одно воскресенье пропустим, никуда тут не денешься. Однако оказалось, что вся Европа, она безумно дорогая. И нам даже на 10 дней в какой-нибудь Швейцарии там или в австрийских или французских тех же Альпах просто не хватит. Вдвоем мы бы могли, это не проблема. Но мы сумасшедшие люди, мы путешествовали всегда и путешествуем только вместе с детьми. Грустно без дедушек, да? Еще как, мы даже иногда представляемся, ну вот романтический отдых вдвоем, куда-нибудь поехать, вот туда-то, туда-то. Представляешь, мы погуляем там, то видим тот, и что мы сразу говорим? А где дети-то, с кем будут? Да даже не это. Ты мне вчера что говорил, когда мы в последний раз обсуждали романтический отдых вдвоем? Ты сказал, как же мы это все увидим без них? Они-то не увидят, как жалко. Они-то не увидят вместе с нами. Короче, испортится. И весь кайф у нас от путешествия в голове сразу пропал, потому что мы не сможем разделить это с ними. И вот Сербия оказалась тем самым местом, куда можно поехать всей семьей. Мы слишком далеко для детей тоже на самолете, от нас, как бы из Израиля, это что, три часа на самолете? Ну, около четырех часов, три с половиной, да. А главное, это доступно по цене, и мы поехали туда сразу на почти три недели. Это был качер, незабываемый качер, мы сейчас показываем вам. Западный серб. Кадры. Это, дорогие, Златибор. Это Златибор, и все сербы говорили мне, что я Анна из Златибора. Как-то я там сразу пришлась по сердцу. Да, мы язык как-то, хоть мы не владеем, но мы немножко осваивали это, славянский язык. Это хутор. То, где мы сейчас, вот что мы вам показываем, это хутор. Хозяева его замечательные люди были, Милица и Мичо. Она вышла за него замуж по любви, вопреки воле родителей. И они жили, конечно, в городе, город Ужица, а потом переехали на хутор его деда. Вот, по сути дела, они превратили его в такую вот маленькую домашнюю гостиницу. А на самом деле этот хутор когда-то был просто нормальным. Здесь жили бабушка, дедушка, здесь, собственно говоря, Мичо маленьким рос. И вот домики, один домик был амбар, другой был склад, третий был еще что-то. Они превратили их в курортные домики, которые они сдают гостям. Сербия это особый народ. У меня русофилия, никто не может меня подозревать в русофобии. Но Сербия, они действительно, они хороши. Маленькая такая нация, но тем не менее остались они у нас в сердце, да? Да, и мы однозначно решили, что вернемся еще. И мы возвращались и возвращались. Приезжали мы в Восточную Сербию, потом уже путешествовали через Софию, через Болгарию, там мы жили на хуторе у Миши с коровами, с конями. Мы были еще в святых местах тоже, как бы. Хоть мы не совершили это как сознательное паломничество, но так случилось, что мы действительно побывали в основных святых мест Сербии. И были в Студейнице. Ты помнишь, как мы туда приехали? Нет. Это был на Петра и Павла. А, такой туман, такой, как средневековая сказка. Просто самая настоящая сказка. И мы пробирались сквозь туман. И росписи, и да, это, это, это. И потом на обратном пути мы форель вкусную ели, как бы вот такой святой. В Сербии ручьи, в Сербии форель, в Сербии... Это вообще раздолье для детей. Там везде растет малина. Ну, в Западной Сербии, если сейчас говорить про Западную Сербию, это малинники. И они, ну, естественно, они экспортируют малину, это понятно. И вот, где ты только не идешь с детьми, если есть малинник, тут же тебя приглашают, и тут же детям дают кушать, сколько они хотят с куста. Наши дети там просто объедались малиной. И учитывая, что в Израиле она безумно дорогая. Надо объяснить, да, нашим россиянам, что в России тоже малина прекрасная, это очень вкусная и так далее. Но у нас такая малюсенькая банка стоит чуть ли не 20 чем-то долларов. Да, в Израиле... А там в Сербии дети первый раз увидели вот просто вот огромную вот такую... Миску с малиной ешь просто вот сколько. Сейчас видите фотографию Рут, тогда маленькой. Вот так она ела малину. Ну и, конечно же, очень то, что нам запомнилось в Сербии, это вообще вот отношение к туристам, не как к туристам, но опять же, то, с чем мы столкнулись в селах, а мы исключительно по селу путешествовали... Сельский туризм. Сельский селский туризм, так как они называют, это невероятное гостеприимство, тепло и сердечность. То есть буквально расставались как с семьей. Ну, к одним хозяевам мы действительно два года подряд приезжали, к Милице и Мичу как раз. Потом вот Миша, который в Лашко-Полье, это уже восточная Сербия, гора Миджур, мы поднимались на высоту огромную, и мы смотрели оттуда вот эти окрестные горы, альпийские практически луга, коровы. И вот наш хозяин хутора Миша, трудолюбивость, жена его Озренко тоже, невероятное трудолюбие и невероятное расположение к своим гостям, как к самым дорогим, близким, родным людям. Помнишь, мы приехали с каким-то гриппом кишечно-желудочным из Болгарии? Ой, из Болгарии, да. Из Софии, да. Мы что-то там не то ели, наверное, как-то. Мы просто лежали, и мы даже не знали, где дети, что с ними, в бассейн ли они, там ли они. А мы заранее не договорились ни с кем, чтобы были бейбиситеры. Главное, что если ты отдыхаешь в какой-то шале, как бы где-то вот на Альпах, как бы французских, тебе как бы за каждую копейку будет, за каждую услугу, за каждую, как бы если тебя повозили куда-то на машину, или что, ты будешь за это платить. А если там, а, тебе надо, чтобы кто-то сидел с детьми? Ну давай, бейбиситеры, это столько-то евро в час, это как бы давай будем их развлекать, будем им пони показывать. А тут они им все, и пони, и кони, и коровы, и куры, и все подряд. И просто они были с ними, по-моему, 2-3 дня. А мы просто восстанавливали свое, как бы, желудочное кишечное... Ты какой восстанавливаем? Мы лежали с температурой, это скорее всего была какая-то сальмонелла, как потом мы уже узнали от знакомых врачей, когда вернулись в Израиль. И дети только прибегают. Мама, нас сейчас, мы сейчас в бассейне покупались, нас сейчас ведут обедать. Мам, сейчас нас поведут на конях. Мама, пришла их дочка, мы сейчас пойдем в гости к тем-то. Они взяли на себя наших детей, они их переодевали после бассейна, они их кормили, мы их увидели только, когда они пришли лечь спать. И дети были накормлены, одеты в безопасности. Еще к нам хозяйка все время стучалась, не надо ли нам крепкого чая или попить, или что-то. И это настолько было, как само собой разумеющееся. Тут же они вызвали еще родственников, чтобы они помогали. Все-таки детей-то трое было, но тогда не один. И это было потрясающе, это была такая любовь. Кульминация была, когда прибежала Миля и сказала, «Мама, у нас такие события». Шаленко упал в бассейн. Это был маленький же ребеночек, который там жил на ферме. И он ходил, ходил вокруг бассейна, и это был хохот, виск. Он свалился в бассейн, и хозяин прямо в одежде зашел и его вынул. Они до сих пор это помнят, и это такое ощущение, что мы были у родственников. Это Сербия. Ну, а кроме Сербии, последнее наше путешествие великое, это была, конечно, Эллада, Греция. Были мы в Афинах, были мы на острове Лимни. Какие кадры мы покажем? Наверное, Лимни. Да, все-таки Афина, я думаю, что... Еще на Акрополе мы были. Ну, давайте Акрополь. Клик-клак, Акрополь. Ну, вот, это Акрополь, это Парфенон, самый настоящий. Надо вам сказать, что мы вообще не хотели ехать в Афину. Я не хотела. Да, это верно. А я как бы был не совсем уверен. Просто я, конечно, люблю Грецию, Древнюю Грецию, но у нас был вот такой настрой, что мы хотим что-то совсем другое. И нам показалось, что Греция такой же, как здесь. Но здесь у нас греки, ну, не всегда самый лучший у нас, как бы, опыт общения. С греками, как бы, иерусалимскими, как бы... Ну, шумные, суетливые, коммерциализированные, ну, как бы, да, такие штампы. Неаутентичные какие-то, как бы... Особенно, вот именно мы хотели в Глуш, в деревню, где греки другие, где они вот такие, как они есть. А в Афинах мы боялись, что это будет, ну, туристический лохотрон, по-нашему говоря. Мы не хотели жару. Оказалось, все по-другому. Народа было очень мало, на Акрополь фактически никого не было. Погода, то есть, Анна что сказала? Ой, не хочу сейчас эти камни и солнце. Надо понять, она все время работала с группами. И, как бы, быть среди раскопок, даже в Великой Греции, как бы, на солнце. То есть, хотелось что-то такое, более, как бы, северное, там, я не знаю, там, не знаю, какой-то там Исландии, там, Швеции и так далее. А Афин, это рядом. Это не как из Москвы лететь, это далеко, а, как бы, из Израиля, так что, час-полтора, как бы, на самолете, ты уже там. И это, в принципе, недорого. И страна недорогая, условно так. Оказалось, что все было по-другому совсем. Мы, когда прилетели, она укладывала детей спать, я тоже собирался, я там сидел на балконе домика, который мы заранее... Квартира, мы сняли квартиру прямо напротив Акрополя. И я просто понял, что я не могу спать. И тут я нахожусь, вот, прямо напротив театра Дионисия. Я просто понял, ну, все, как бы. Я решил идти и вот такой вот ходил вокруг, полностью вокруг Акрополя. Представьте себе, просыпаюсь я в 2 часа ночи, и мужа нету. В чужой стране, в чужом городе. Я проснулась, потому что что-то замерзло, кондиционер. А-а-а, а где муж? Я встала фули-фули, хожу по квартире, никого нету. Ну, думаю, ладно, утром разберемся. И он говорит, ребята, в 8 утра нас растолкал, пошли, я вам сейчас все покажу. Я всю ночь ходила вокруг Акрополя, я теперь все здесь знаю, и он был просто нашим гидом. Вообще, способность Рафаила ориентироваться в чужих местах, моментально их присваивать и вести себя так, как будто он там всю жизнь жил, она меня поражает. Ориентация на местности просто молниеносная у человека. И вот он нас водил, и все нам показывал. И я очень беспокоилась, как дети поднимутся на Акрополь. Ну, на Меджур, в Сербии, когда мы шли, там природа, коровы. А вот рюкзак набитый у мамы за спиной всякими конфетками, печеньками, крекерами. Вот до того камня дойдешь, тебе крекер, тебе печеньку. Ну, и погода шикарная была, да. А тут-то я боялась, что будет жара. Как они взлезут на Акрополь, поднимутся. И потом, что там смотреть? Ну, камни, ну, это нам интересно. В марте, да, Парфенон, это вообще марта заставила. Она сказала, я не уеду из Греции, если я не увижу Парфенон. Ей тогда было 11 лет, она читала уже много о Грете. Я должна это увидеть. И представьте себе, в Афинах 26 градусов. Это конец июля. Греки сказали нам так. Мы такой погоды не помним. Даже таксисты все говорили. И вот мы поднялись, и о Парфеноне вы можете посмотреть выпуск блога «Анна рассказывает». Это был мой первый блог на ютубе, который я делала тогда. И там есть прямо такой большой выпуск как раз о Греции, о Парфеноне. Ну, вот Лимни. Приехали мы в Лимни, и это совершенно другой мир. Это действительно вот та милая сельская Греция. Вот сейчас вы видите на экранах то, где место, где мы жили. Это тоже, как видите, опять сельские домики. Такой сельский отельчик. Это вот наш стиль отдыха. До моря там 20 минут пешком вниз, а обратно, ну, мы брали такси. И вот особенно то, что нас поразило в Лимни, это тоже вот эти вот греческие оливковые деревья. Они другие. А другой дух. Совсем вот эти дриады, буквально живущие среди этих оливок. То есть тут все образы мифов греческих просто оживают в этой природе. И эстетическое удовольствие получается совершенно огромное. Ветер, бриз, жары нет, бассейн с родниковой водой. То есть это для детей был просто район. И другие отдыхающие, которые там были, то есть это то, что Анна больше всего боялась. Греция, она сказала, ой, там будут такие люди, которые... То есть Анна у нас, она сноб такой, как бы, знаменитый. И как бы... А оказывается, что народ там был замечательный. Те израильтяне, которые нам... Которые мы там встретили, были люди вполне приличные. Россияне, которые мы там видели, тоже были люди... Россияне, которых мы там встретили, если может быть чудом они смотрят этот выпуск, Татьяна и Михаил, они нам спасли жизнь. Спасибо, дорогие. А я объясню, в чем дело. Мы заказали трансфер в аэропорт через компанию GetTransfer. За день до того, они нам пишут, что нам предоставляется другая машина. Да, да, что завтра мы подтверждаем ваш трансфер Восток-то-Восток-то. Окей, я нажала, подтверждаю. Через 2-3 часа, а я уже не проверяю интернет, потому что я уже подтвердила за сутки, ну что еще надо. Они, оказывается, прислали письмо. Мы вам меняем машину Вольво модель такая-то на Тойота модель такая-то. Микроавтобус. Вы согласны? Вы должны подтвердить. А мы были в лесу, гуляли вдоль речки горной, изумительной. У нас не было интернета. И нам было все равно. Да и я не заглядывала, потому что я уже подтвердила. И нам все равно кто. И в результате в 11 ночи, у нас трансфер в 2 часа ночи. В 11 ночи мы собираемся, полдвенадцатого, двенадцать, пол первого, час. Я открываю интернет и обнаруживаю. Ваш трансфер отменен, потому что вы не подтвердили смену модели автомобиля. А заказать нового невозможно. Заказать новое невозможно. Час ночи, такси все закрыты. Мы в крохотной деревушке. Хорошо, что Рафаил сообразил по-гречески. Он бросился искать уже два, уже пол третьего. Мы должны уже давно быть в птице. Я просто могу писать по-гречески, поэтому я в Google поиск, когда понял, что если я пишу такси, такси по-английски, ничего не работает, я стал по-гречески писать. И появились номера телефона. И удалось даже в последние секунды в 2 часа ночи найти таксистов. Только денег не было. Потому что мы же за трансфер-то оплатили карты. Хорошо, они сказали, мы вам вернем. Но когда они вернут? И как? Таксисту нужны наличные? А это деревня. А у нас денег нету. А ты не можешь карточку платить? А там, простите меня, от Лимни до аэропорта в Афинах. Это около 4 часов там или 3,5 езды. Это сколько они с нас взяли? 400 или 350 евро. У нас их нет. Физически у нас в кошельке 100 евро остались. И что вы думаете? А мы познакомились с московской парой. Татьяна и Михаил, милейшие люди из Москвы. Мы с детками познакомились, там дружили. Они тоже отдыхали. Они удивились, что мы по-русски говорили. Да. И мы так сдружились и пообщались. И вот они как раз жили в этом же отельчике тоже. Они должны были накануне уехать. Они на машине приезжали из Москвы. У них сломалась машина. Мы как раз накануне пытались помочь. Я переводила хозяева. Мы это все обсуждали. И вроде как попрощались вечером. Мы сказали, что мы ночью улетаем. Они говорят, а мы теперь только через два дня уезжаем, потому что надо чинить машину. И вот два часа ночи. Я говорю, Фай, где брать деньги? Он говорит, ну иди к Татьяне. Я говорю, ты соображаешь? Два часа ночи люди спят. Мало того, я не знаю, в каком они номере. Дети, в каком номере они с их детьми дружили? Мам, по-моему, в 125-м. Я говорю, по-моему, а если нет? Я сейчас два часа ночи. Тук-тук-тук. Здравствуйте. Как бы, да, добрый. Ужас. Я пошла. Ну, Миле говорит, мам, по-моему, вот здесь. Вот тут по коридору. Вот тут маленький отельчик. Но тем не менее. Я, значит, стучусь. Тут же открывается дверь. И Татьяна говорит, а я не сплю. Говорит, муж заснул. А я, говорит, слышу, что-то вы бурно разговариваете. Я, говорит, думала подняться. Может, помощь какая нужна? Я говорю, Таня. Я говорю, мне неловко сказать. Ну, говорю, у вас нету 300 евро. То есть это выглядело вот так. А она говорит, у меня нету. Муж уже спит. Сейчас пойду у него в штанах поищу. То есть это, знаете, незнакомым людям. Мы же, ну что мы телефонами обменялись? Они нас знать не знали. Просто общались так. Они нас просто спасли. А они полуспящие. Там Татьяна полуодетая. Там берет, как бы, деньги у мужа. Дает нам деньги, как бы. Ну, хорошо. И мы забрали. Потом, конечно, им перевели, переслали. Но тем не менее. Вы представьте себе. Вот доверие. Такую сумму, как бы. И людям, которых ты вообще первый раз выщешь. Вот это вот был урок, да. Что какие чудесные бывают встречи с бывшими соотечественниками. Вот вдали от Родины. Ну, а сейчас у нас коронавирус. А у меня были такие планы. Никуда не поедешь, не пойдешь. А дело в том, что надо это тоже людям объяснить. Это дело не только в том, что нам хочется куда-то отдыхать или куда-то сходить. Наш вид, деятельность связан с разными странами. Это международное. Еще Иерусалим связан также с другими странами. Это не просто, что ну вот ковид, ну сидите дома, ну хватит как бы по заграницам. Опять, у меня понятия заграницы вообще нет. Все эти границы, которые строят, они все искусственные. Но мы же здесь в Иерусалиме. В Иерусалиме все, наверное, страны, нации и народы присутствуют. Либо через свои монастыри и храмы, либо через своих туристов, паломников, которые сюда приезжают. Поэтому для нас, конечно, иерусалимцев, свобода перемещения по миру, это ну как бы очень естественная потребность, скажем так. И наша работа с этим связана. Да. И вот я вам скажу честно, что проект ТОПОС, это не только потому, что нам надо работать и обеспечивать семью. Это, наверное, воплощение нашей давней с тобой мечты повидать мир. Притом финансов для этого никаких нет. Даже если бы сейчас не было коронавируса, я бы ходила с утками, с паломниками, и вряд ли бы мы могли найти деньги, чтобы поехать в Венецию, в Барселону, да в тот же Санкт-Петербург волшебный, в Беларусь, посмотреть, например, Беларусью, как хотите называйте. Я называю Беларусь как по международному, да. Мирский замок, посмотрите, или Жировица монастырь, или в Литву. Надо очень много денег, тем более вы поняли, что мы путешествуем с детьми. И, соответственно, мы смотрим ТОПОС. Вот честно и откровенно мы вот так вот садимся на диванчик, уютник, там у нас компьютер с чайком, и мы путешествуем. Это действительно правда. Даже по тем местам, в которые мы уже там побывали, потому что, ну, представьте себе, ты идёшь в какой-то исторический город, или по старому городу какого-то, не знаю, Прага, Венеция, Рим, неважно. У тебя маленькие дети. Кто-то хочет аттракцион, кто-то хочет музей, кто-то хочет мороженое поскорее, кто-то хочет метро потом посмотреть. А кто-то беспрерывно хочет в туалет, как у нас было с РУД маленькой. Ну да. А я, например, могу хотеть, например, смотреть на какую-то картину или на какой-то ландшафт пять часов. А я не могу это делать. Или я хочу информацию какую-то получить, и это не всегда возможно. Опять, частный гид тоже это дорого стоит. Ну да, ещё на какого гида попадёшь. И вот мы хотим сегодня рассказать вам очень кратко, да, буквально дать маленькие фрагменты, посмотреть экскурсии, которые нам самим на Топусе очень-очень нравятся. И запомнились, потому что мы смотрели много. И открыли нам что-то новое тоже. Это, конечно, Тбилиси. Дело в том, что у Рафаила есть определённые тбилисские корни. У него есть очень близкий друг, даже два друга, которые родом из Тбилиси. Почему два? Дима и Фима. Ну, сестра Фимина, Нина тоже мой друг. Ну, то есть получается, что удивить Рафаила Тбилиси, вообще показать Рафаилу Тбилиси очень трудно. Он наслышан настолько, что он знает всё. Я как будто этот город знаю, где ботанический сад, где университет, где всё. И вот сейчас мы вам покажем фрагмент, покажем вам сейчас фрагмент экскурсии о Тбилиси. Их у нас две, которые снимают Лариса Мхитарян и Сергей Хачатурян. Должна вам сказать, что эти экскурсии мы ставим как пример для наших студентов. Курс «Экскурсовод онлайн». В этом месяце они будут бесплатно их смотреть для того, чтобы учиться, как нужно делать видеоэкскурсию. Сейчас небольшой фрагмент. Это называется «Тбилиси с высоты птичьего полёта» и не только. Обзорная экскурсия по Тбилиси. Вторая. Там есть первая, это вторая. Гамардиобат! Здравствуйте, мои дорогие! С вами по-прежнему Лариса Мхитарян, гид по Грузии. И мы продолжаем нашу прогулку по солнечному Тбилиси. В прошлый раз я вскользь упомянула о нашей главной крепости Нарихала. И сегодня, как я и обещала, мы начинаем нашу экскурсию со входа в Цитадель. Вход расположен в единственной квадратной башне крепости, именуемой Стамбульской башней. К сожалению, точной даты постройки крепости нам неизвестно. Есть мнение, что она могла быть построена в IV веке, так как к моменту переноса столицы из Мцхета сюда в Тбилиси в V веке крепость уже была. За свою историю она много раз разрушалась и отстраивалась заново. И при входе на территорию Цитадели мы видим совершенно отличные друг от друга слои, свидетельствующие о разном периоде строительства. Мы находимся в точке, с которой в древности хорошо просматривался основной восточный вход в столицу. Враг приходил именно с востока, и совершенно естественно, что нужно было обеспечивать хороший обзор местности. Перед вами сторожевые башни, бойницы которых направлены строго на дорогу, ведущую в город. Тут было несколько башень. Вы видите перед собой то, что осталось от самой большой и высокой. Крепость расположена на Солулакском хребте, к которому с одной стороны примыкает город, а с другой – ботанический сад. В прошлом тут были дикие леса, через которые протекала речка, обеспечивающая защитников крепости водой. Эти горные массивы являются свидетелями кровопролитных сражений на подступах к городу. Повернув направо от центрального входа, мы видим на территории крепости церковь святого Николая Чудотворца. Это замечательно снято. Да, и даже то, что интересно, что я могу ориентироваться, если сейчас, например, я пролечу, я просто... Все будет знакомо. Это красота, умопомрачительный вид на Тбилиси. Тбилиси вообще авторы великолепно передают дух грузинский. Я не знаю, я просто... У меня полное ощущение, что мы побывали. Тбилиси, надо это очень тоже объяснить. Тбилиси – это не только Грузия, это не только даже картли. Это как бы разные народы, которые также имеют право там быть. И это я тоже знаю, потому что так же как бы мой друг Фима, режиссер. Но он также мне рассказывал. У нас в школе там были люди из 27 разных как бы национальностей. Там были языды, армяне, татары, евреи, там, что хочешь. И я даже забыл, что армянский... Кстати, гид там тоже, она из Тбилиси, но она армянка. То есть, да, что Саят Нува – это как бы величайший поэт. Вот в этой второй экскурсии... Он похоронен в Тбилиси, я это забыл даже. Вы увидите храм Сиони знаменитый, где крест Святой Нино, она его тоже нам показывает. Вы увидите... Параджанов, он тоже армянин, в принципе. Он из Тбилиси. Вы увидите гроб Саят Навы, вы увидите массу интересных улиц. Вы даже заглянете в ресторан грузинский. То есть, экскурсия настолько колоритная. Мне было очень приятно смотреть. И Лариса, конечно, она вот даже с такой доброй завистью, я скажу, она супер гид. Она настолько здорово рассказывает, с таким просто шармом грузинским, тбилисским, да, каким-то. И настолько информация структурирована. Обязательно посмотрите. Это роскошного качества две экскурсии по Тбилиси. И главное, я хотел добавить, что вот наша идея с Топосом, это никаким образом не виртуальная реальность. Нет, нет. Я бы, если бы хотел, я бы мог обратиться к разным людям, которые занимаются этими технологиями, чтобы дать полностью ощущение иллюзии, как будто ты там. А я считаю, что присутствует... Я сегодня как будто присутствовал в Тбилиси. Даже не как будто. Вот умственно, да, наш ум тоже имеет силу. Умом я там был. Так что это очень важно. Это не виртуальность. И это просто дополняет те знания, которые мы можем получить от чтения книг, или от кино, или от рассказов соседей, близких и так далее. Это как подготовка к возможности туда подойти, путешествовать и ознакомиться с этим замечательным человеком. Правильно? Да, абсолютно так. Который сейчас без работы, естественно, как все гиды. Да, это еще и поддержка гидов, потому что, конечно... Это замечательная профессия. И ни один робот не может эту профессию заменить. Ну, а еще какие у нас экскурсии? Вот тебе. Мне понравился в Испании по местам Салвадор-Дали, как это называется место? Мыс Крестов. Мыс Крестов. Я, кстати, давно не обращаюсь к творчеству Дали. Я его очень любил, когда был подростком. Потом просто как-то вот... Ну, Дали, ну, сурреализм какой-то. А сейчас я понимаю, что тут величайший как бы художник, действительно... И место, где он жил, это такие мистические, волшебные пейзажи. Становится понятным. Вот я вам скажу честно, не была поклонником Дали, но после этой экскурсии я поняла его творчество. Я поняла корни. Мне раньше казалось, ну, простите за выражение, что это какой-то обкумаренный там чем-то человек, какие-то странные, чужеродные мне фантазии изображают. Но вы посмотрите экскурсию мыс Крестов, он там жил. Посмотрите на его родной пейзаж, и вы поймете, что эти глюки из его головы, это геологические галлюцинации Сальвадора. Дали, ну, простите, он жил в таких местах, где вот так выглядел пейзаж. Слушайте, картины написаны почти с натуры. Я просто в обморок упала. Когда я посмотрела, я говорю, боже мой... А это даже не сюрреализм, это человек с натуры писал, да, он добавлял свои образы, но это вот так выглядит, это природа невероятной красоты. И гид Светлана рассказывает великолепно, она, это ее тема вообще Дали. Но вообще она открыла для нас другую Испанию. Вот если честно, я очень люблю ее экскурсии и по Санте-Пау, и по Жироне, потому что для меня всегда, ну что Испания, Парселона до Мадрид. Да, ну, по крайней мере, я не была, но мы видели какие-то фильмы все документальные, да, в своей жизни. Так вот, есть средневековая Испания, которая совершенно другая. Это как из каких-то романов, это как из каких-то, я даже не знаю, из поэзии испанской. Это же какие-то образы не штампованные, они другие, они уютные, романтичные, они глубокие. И Светлана очень здорово умеет это показывать. А у меня еще корни испанские, так что вот. И немножко, да, Дали как-то вот, да, вот так, что-то такое. Корни испанские, да. Да, а у Рафаэла предки из Испании. Его дальний предок, прямой потомок, это, вернее, предок, это Закута, который Карп составлял для Пистофора Колумба. Да, но это отдельный рассказ. Из музеев у нас, конечно, потрясающий Лувр. Вот я вам скажу, что лично мы никогда не смогли бы так посетить Лувр. Объясню. Даже если бы мы полетели вдвоем, поступившись своими принципами, мы бы элементарно устали от количества народа, от просто хождения ногами, от впечатлений. Здесь ты можешь смотреть с толком, с чувством, с расстановкой. Гид Елена Легран, кандидат исторических наук, человек, который интеллигентный московский человек, попавший во Францию уже 20 с лишним лет назад, на замужем за французом. И человек с необыкновенным шармом, с необыкновенно глубокими знаниями искусствоведческими и великолепный, обаятельнейший такой парижский русский рассказчик. Ни одна ошибка, она как бы снимает это вот как бы на один счет, один, как это по-русски? Ливный кадр. Один кадр. Это ощущение, что ты там ходишь буквально с ней вместе. Она как, даже ни одного ката там нету, то есть это один кадр. Это шедевр, да. И она не оговорилась даже ни разу, как бы, это все как-то... Это шедевр. Это четыре экскурсии по часу каждая. Четыре экскурсии по часу каждая. Это самый знаменитый зал, античный зал. Дальше живопись, в том числе Мона Лиза. Она специально договорилась с дирекцией музея. Ей разрешили подойти к Мона Лизе без очереди. И она нам снимает, рассказывает. И ты в кадре видишь, как картина следит за тобой глазами. Она это делает, она обходит ее. И мы просто... Я даже пересмотрела. Я говорю Рафаэлу, как это, как это сделано? Если среди вас есть какие-то... Великие художники, и она додающие. Если вы сами или художники, или если у вас дети там учатся или интересуются искусством, или мировое искусство, обязательно надо смотреть вот эти экскурсии... Как ее зовут? Леговая? Елена Легран. Я, когда Анна мне сказала, что вот у нас такой новый автор, у нас экскурсии по Лувру, я даже не понял, зачем это надо? Потому что я, когда был в Париже, там как бы вот в протяжении недели, я каждый день туда ходил, и для меня это было очень тяжело, как бы я, потому что у меня были конкретные какие-то шедевры, которые я хотел видеть, и постоянно мне надо было идти мимо каких-то других картин, которые я тоже знаю, что они гениальны, но просто жизни не хватает, чтобы это все видеть. А вот Елена, она действительно... Мастер. Она мастер, и даже те, которые были в Париже, и даже те, которые были в Лувре, хоть месяц даже там ходили и смотрели... Столько бы не увидели, и начинает она... Стоит вам тоже тогда это посмотреть. И, кстати, начинает она с раскопок под Лувром, я даже не знала, что там есть дворец, там есть башня... Да я не обратил внимания на это вообще. То есть, дорогие, смотрите Лувр. Ну, у нас уже подходит к концу время передачи, я назову еще страны, которые особенно нам запомнились, это, конечно, экскурсия Людмилы Ильюниной в Лампово к Старовирам, все ее вырицы, музей Блока, музей Есенина. Это, конечно же, потрясающая экскурсия по Санкт-Петербургу. У нас теперь два автора, у нас есть и Наталья, и Татьяна просто Синица. Конечно, это Ирландия. У нас есть ирландская фея на Топусе, самая настоящая, Анна Филлипс. Загадочная, загадочная. Наша московская Аннушка, но уже 20 с лишним лет живущая в Ирландии, пропитавшись этим кельтским волшебным совершенно духом, она показывает Белфаст, и есть у нас экскурсия по музею Титаника. Мои дети просто, они все уроки бросили, они смотрели, они были в восторге, наш любимый фильм, а там музей Титаника, потому что в Белфасте, кто не знает, строили Титаник, и она все эти места показывает, и откуда он отправлялся, и есть виртуальный музей, где ты можешь ходить прямо по Титанику, и подводный, и там она рассказывает об истинных причинах гибели. Привет из Северной Ирландии, с вами ваш гид Анна. Сегодня мы с вами пойдем в музей Титаник, чтобы разобраться в причинах ужасной трагедии. Но прежде мы оставим все мифы и легенды здесь, на пороге. В музее нас ждут только достоверные факты. Следуйте за мной. Начнем с приобретения билетов. Кстати, билет недешевый, 19 фунтов. Но вам очень повезло, вы отправляетесь следом за мной. На Топусе очень много стран и экскурсий. Уже почти 150 экскурсий. Это и Стамбул, и Беларусь, и Корфу, и по Венеции мы путешествовали. 10 экскурсий. Венецию мы изучили всю. И Дворец Дожи, и Гранд Канал. И везде плавали, на гондоле, наблюдали, наслаждались. Очень красивые кадры. Ирина Гординская очень хорошо снимает. Кстати, сегодня вечером мы ждем вас в 18.00 по московскому времени. У нас на Топусе в прямом эфире Ирина Гординская начинает серию, цикл лекций, которые будут называться, называется это «Озера Италии». Сегодня будет про волшебное озеро Гарда. Дорогие туристы, клуб путешественников Топус и Гитарина Гординская предлагает вам цикл лекций по озерам Италии. И начинаем мы поистине с чудесного, сказочного и волшебного места с озера Гарда. Вместе мы посетим самые красочные городки и деревни, прогуляемся по узким горным и лесным тропам, посмотрим на чудесные виды, которые открываются из башен и крепостей, прокатимся на кораблике, и вы услышите много интересных историй и событий. Вас ждет настоящее путешествие в сказку. Присоединяйтесь, рады будем вас видеть у нас на лекции. Это новая технология вещания для нас в очень высоком качестве. Подключиться можно с 18 часов до 23 по Москве, фактически в любое время, потому что как только эфир закончится, тут же лекция пойдет в записи, и вы можете ее смотреть бесплатно, сколько времени вы хотите. Ирина будет в чате там тоже присутствовать, отвечать на вопросы, если они будут. И вот вы уже кулинарную смотрели, да, вы уже знаете, как Ирина снимает, показывает. Вот так же будет про озера, это сказка. Я тоже видела уже рекламные кадры отдельные, видео, потрясающая красота. Это тоже наша мечта, кстати, была побывать. Мы хотели тоже побывать в Италии на озере Маджори, мы мечтали, но мы не справились с финансами, да и потом уже пандемия началась. Вот, так что, дорогие мои, смотрим Топо с всей семьей. Да, я думаю, что одно из вещей, которое не все понимают, то есть то, что нам пишут люди, которые нас и любят, и смотрят наш YouTube-канал, они говорят, ну куда нам все это успеть? У нас и служба, и мы сейчас на все ночные деньги идем, и еще у нас это делать, и это делать. А куда нам смотреть эти видео? Надо найти время, действительно, и создать вот эту атмосферу, и можно это не одним просто смотреть между дел, там, в телефоне, а посидеть и на большом экране с семьей, там, действительно, и тогда будет в этом не виртуальность, и тогда в этом будет смысл. Также у меня скоро будет день рождения. Так что, если вы хотите делать мне какой-то хороший подарок, тогда посмотрите. Экскурсии на Топосе. Действительно, Рафаилу это очень дорого, это ведь его проект, его идея, ему очень важно, чтобы она нашла отклик в ваших сердцах. И так же, как я смотрю с тобой. Смотрите с вашими любимыми, смотрите уютно на диване, с тортиком и с чаем, со своими детками. Внуками, бабочкой. Путешествуйте, особенно с пожилыми людьми это здорово, ведь они нигде не были и вряд ли уже побывают по состоянию здоровья. Кстати, скоро мы введем, наверное, на следующей неделе гифт-карты. Вы сможете на Топосе дарить просмотры своим родным к Новому году, к Рождеству, к Дню Рождения, да, по любому поводу. Это повысит возможность пожилым людям смотреть наши экскурсии. Но об этом я расскажу отдельно. Дорогие, время вышло, мы больше не отвлекаем вас. Мы были рады, что вы побывали сегодня у нас в гостях, что мы могли поделиться своими мыслями, впечатлениями, воспоминаниями с вами, нашими друзьями. Всего вам самого хорошего. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Счастливо.